С мая 2018 года эта недельная свеча, которая закрылась на торгах XRP, оказалась самой большой. Вот такой рекорд сегодня мы поставили. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы обсудим главные вещи. Это, конечно же, XRP, предупреждение всем пользователям биржи Bitfinex, сезон альткоинов, конкретные криптовалюты, которые я сейчас покупаю, и стратегию выхода из крипты. Короче, очень много всего обсудим, поэтому я надеюсь, если тебе нравится такой контент, ты обязательно поставишь лайк. Мне будет очень приятно. Начнем с графика Ripple XRP по отношению к доллару. Здесь мы наблюдаем очень позитивную картину. Если что, это платный индикатор, который называется Engineering Robo. И как мы видим, недавно он дал сигнал на покупку. В прошлые разы такие сигналы тоже отрабатывали неплохо. Кроме этого, график цены пробил сопротивление на уровне 60 центов, который является очень важным в этом году. А также цена вышла за пределы этого симметричного треугольника. Очень много позитивных технических индикаторов. Давайте для примера возьму две прошлые ситуации, когда этот индикатор давал сигнал на покупку. Вот здесь и здесь. И как мы видим, цена Ripple после этого выросла на 209 и 165% соответственно. Поэтому было бы неплохо и сейчас после этого сигнала подскочить до следующего психологического уровня. В 1 доллар. Но сейчас я хочу сказать тебе очень важную вещь, которую ты должен понять, если хочешь зарабатывать на криптовалюте. Особенно если ты новичок. Я был на этом рынке и в 2017. И видел масштабные альткоин сезоны и не менее масштабные падения. К слову, сейчас мы тоже находимся на пороге какого-то безумного альткоин сезона, судя по тому, что происходит с доминированием капитализации биткоина на рынке. Она опустилась до уровней 2019 года. Кстати, заметь, что тогда это было сопротивлением, а теперь это поддержка. Будет интересно посмотреть, что произойдет, если эта поддержка все-таки провалится. На данный момент доминирование биткоина 57,5%. И это самый низкий уровень с мая 2019 года. В то же время капитализация рынка криптовалют достигает почти 2 триллионов долларов. Похоже, мы все-таки находимся на пороге взрыва альтов. Хотя некоторые из них уже неплохо иксанули, но впереди, думаю, будет еще круче. Я обязательно покажу в этом видео, какие альткоины я покупаю. Много кто спрашивает, и я решил наконец-таки ответить. Не очень люблю давать такие конкретные рекомендации, но что поделать. Сразу скажу, что это не финансовые советы. Но прямо сейчас я хочу, чтобы ты достал свой блокнот и расписал свою стратегию выхода. Она не должна быть абстрактным образом у тебя в голове. Она должна быть конкретной схемой на бумаге перед твоими глазами. Это очень важно для контроля своих эмоций. Когда твой портфель взрывается, когда твой баланс насчитывает полмиллиона долларов, очень трудно выйти из рынка. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Хочется больше и больше. Зачем вообще выходить из рынка, если все растет? В этом-то и заключается опасность. В 2017 году я видел, как мои 5000 баксов превратились в сотню тысяч. И я стал невероятно жадным. Я ждал 200 тысяч, я ждал 300 тысяч. А дождался падения портфеля на 90%. Выведи свое хотя бы. И тогда ты никогда не потеряешь свои кровные на этом рынке. Ставь цели. Будь готов и следуй своим целям в любой ситуации. Например, ты ставишь себе цель заработать 100 тысяч долларов на криптовалюте. Завтра твоя крипта внезапно взлетает на 1000% и ты впадаешь в состояние жадности. Теперь 100 тысяч для тебя мало. Ты хочешь еще и еще, но рынок падает и ты теряешь все. Поэтому очень важно не просто выписать свои цели, но исследовать им. Всегда, в любой ситуации. Сейчас одной из моих целей является накопление биткоина. Моя стратегия уже совсем не такая, как в 2019 или 2020, когда я каждый месяц покупал биткоин на фиксированную сумму и не смотрел на его курс. Кстати говоря, очень эффективная стратегия, поэтому можешь ею пользоваться. Сейчас моя стратегия искать недооцененные альткоины по отношению к биткоину. Так совсем недавно я покупал рипл. Вот в этой точке я его и покупал. Кстати говоря, об этом видео у меня есть на канале. И с тех пор я уже неплохо наварил биткоинов. Кстати, только что заметил вот этот уровень, до которого цена рипл XRP по отношению к биткоину уже доросла. Он еще не был пробит в этом году. Если цена XRP по отношению к биткоину пробьет этот уровень и закрепится выше него, вот тогда мы можем ожидать продолжения вот этого роста. А сейчас я покажу несколько альткоинов, которые я покупаю по отношению к биткоину. Это не финансовый совет, скорее руководство тебе, чтобы изучить поглубже те альткоины, которые я тебе покажу. Это ВИНК. Просто шикарная возможность, как по мне. По графику и так видно. Белла Протокол абсолютно такая же картина. CTK тоже выглядит вполне перспективно. По отношению к биткоину еще раз подчеркиваю. GXChain. Вообще шикарная возможность. Особенно если посмотреть на тот самый платный индикатор. Он сейчас как раз показывает сигнал на покупку и вырисовывает зеленую зону роста. OmiceGo OMG тоже великолепная монетка, если говорить о возможности накопить биткоинов за ее счет. Во-первых, как мы видим, ее цена прямо-таки втоптана в пол. Во-вторых, есть сигнал на покупку. И в-третьих, в прошлый раз после такого сигнала цена выросла на 415%. Waves тоже шикарно выглядит по отношению к биткоу. Индикатор еще не отрисовал зону роста, но уже есть сигнал на покупку. Как только вот здесь начнет отрисовываться зеленая зона, как в прошлый раз, будет отличный шанс заработать биткоинов. Почти так же выглядит ситуация и в паре BENT по отношению к биткоину. Еще немного его тоже можно будет взять. Я думаю, BENT может в скором времени дать 40-50% роста к биткоину. Но если мы посмотрим на долгосрочную картину, BENT выглядит чуть ли не самым перспективным токеном изо всех, что я показал. Это могут быть тысячи процентов. В прошлый раз он дал 22X. Ethereum Classic точно такая же история по отношению к биткоину. Tezos даже комментировать не буду, все то же самое, абсолютно. EOS тоже вот-вот отрисуется зеленая зона к биткоину. И наконец XRP. Здесь времени понадобится немного больше, судя по тому, что красная зона еще не сошлась в одну точку. Как только сойдется и начнет рисоваться зеленая зона покупки, вот тогда начнется веселье. Безумное веселье в позитивном смысле этого слова. Ребята, я даже не знаю, как это назвать. Супер альткоин сезон. Вот что приходит мне на ум. И он уже прямо на носу. А теперь к новостям и расследованиям, которые мы так сильно любим. Вышла статья, которая подтверждает все мои догадки, что я публиковал сначала в Телеграме, а теперь и на Ютубе. Супер цикл альткоинов 2021 уже здесь. Говорит Николас Мертон. Если что, Николас Мертон это автор популярного канала Data Dash. Около 400 тысяч подписчиков на Ютубе. В процессе раскрытия темы, он сказал, что эфириум, например, вырастет на 170% по отношению к биткоину уже совсем скоро. Кроме этого, он упомянул еще 4 монеты, которые, по его мнению, могут выстрелить по отношению к биткоину в ближайшее время. Это Омайс Го, который, кстати, я покупаю. Аве, Трон и Чейнлинк. Насчет Чейнлинка даже не знаю, я бы не покупал его. Он и так уже выстрелил на фоне остальных. Итак, Ripple XRP восстановился до отметок досудебного периода. Откуда такой жесткий рост? А растет он на слухах о том, что Coinbase собирается его релистить. Мне почему-то сразу вспоминается выражение «покупай на слухах и продавай на новостях». Именно поэтому прямо сейчас я зафиксировал часть XRP. Думаю, я имею на это право, потому что я покупал XRP даже за 20 центов. И с тех пор он уже дал 3 икса. По моей стратегии я всегда фиксирую прибыль. В случае, если актив дает 2 икса, я продаю половину. В случае, если 3 икса, я продаю 1 третью. А все остальное держу до самого конца. Откуда вообще взялся слух о релистинге XRP на самую популярную биржу Coinbase? Криш XRP, это известный трейдер и аналитик в Твиттере, поделился вот этим скриншотом. Это программный код с сайта Coinbase. И в нем обнаружены намеки на потенциальный релистинг XRP на Coinbase. Я не знаю, что будет в будущем. Могу только предполагать. Но когда я покупал Ripple за 20 центов после его обвала 70 центов из-за подачи иска в суд, ох, какие комментарии я читал. Если бы я принимал каждый из них близко к сердцу. Скорее всего, из депрессии я бы не вылез никогда, а сейчас плотно сидел бы на антидепрессантах. Но сейчас я знаю только одно, только лишь одно. Мы покупали за 20 центов, а они будут покупать сейчас за 70. Снова. И снова будут искать виноватых, почему так получилось. Разве это взрослый подход? Сооснователь биржи Лукки комментирует релистинг XRP обратно на его биржу. Он пишет, мы очень рады вернуть XRP. Ripple XRP это способ преодолеть разрыв между традиционными финансами и новым миром блокчейна. XRP это основа этого нового мира. Очень важно и радостно, что регулирование позволяет нам вернуть его для торгов. Это большой шаг вперед. А теперь, ребята, я хочу закончить большим предупреждением для всех пользователей биржи Bitfinex. Если у тебя есть там токены, ты должен это знать, потому что времени у тебя осталось до 16 апреля. Биржа будет проводить масштабные делистинги. Список очень большой. Я просто оставлю это на экране, ты поставишь на паузу и поищешь свои токены в этом списке. Если ты найдешь свой токен и если он находится на бирже Bitfinex, обязательно выведи его оттуда до 16 апреля 2021 года. Я тебя предупредил. Смотри мне. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Мне всегда приятно, а каналу помогает расти. Также не забудь подписаться на канал, телеграм, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, прокомментировать, поделиться видео с друзьями и обязательно богатеть. До скорого.